Власти Тяньцзиня объявили высший уровень угрозы из-за ситуации на Дациньхе, главном притоке реки Хайхе, на берегах которой расположен 16-миллионный мегаполис. Там зафиксирован самый высокий уровень воды, начиная с 60-х годов прошлого столетия. Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами продлил действия второго уровня реагирования на последствия стихии в Тяньцзиньи и провинции Хэбэй. В Пекине он понижен до третьего. Паводок в столичном регионе Китая постепенно отступает. В пострадавших районах провинции Хэбэй наряду с поисково-спасательными работами все больше внимания уделяют восстановлению поврежденной инфраструктуры. Коммунальные службы откачивают воду, занимаются дезинфекцией и очисткой дворов и улиц. В 70 километрах на юго-восток от Пекина в городе Джо-Джо, у которой сильнее всего пострадал от наводнения, в свои дома начали возвращаться первые из 100 тысяч эвакуированных жителей. Продолжают ликвидировать последствия паводка и на северо-востоке Китая. Там мощные ливни оборвали линии электропередачи, повредили дороги. Особенно нелегко приходится отдаленным сельским районам. В уезде Чантин, провинции Хэйлундян, в первую очередь восстанавливают энергоснабжение. Без этого сложно заниматься всем остальным. Мы здесь для того, чтобы восстановить энергоснабжение пяти лесхозов в этом районе. Сейчас устанавливаем 4,5 километра временных линий электропередачи вдоль шоссе, в обход рек. Надо завершить работы как можно быстрее. Энергетики работают круглосуточно. Из-за паводка без электроснабжения остались более 51 тысячи домов в окрестных поселках. Сейчас большая часть работ выполнена. Проведены временные линии электропередачи. Экстренные и медицинские службы обеспечены генераторами. Местные жители приступили к расчистке территории и восстановительным работам.